Добро пожаловать на пересадочную станцию. Перед тем, как погрузиться в этот мир, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. И приготовьтесь, мы отправляемся. То, что мы считаем раем, в действительности ад. Лишь, наверное, двоих он мог назвать близкими. Они понимали его с полуслова. Иногда даже не надо было говорить, чтоб тебя поняли. А это громадное счастье, когда тебя понимают. Один друг тихо ушел из его жизни, чтобы продолжить жить своей, где-то далеко. Второй остался верен человеческому понятию дружбы и прошел с ним через большую часть передряг, уготованных ему судьбой. И тем не менее, это был не тот человек, которому можно было прийти и злить душу. Он бы выслушал, посочувствовал и не более. А что еще, собственно, можно тут ожидать? Каждый человек обречен быть одиноким до конца своих дней. Одиноким в толпе, таких же, как он сам одиноких. Только большинство людей никогда об этом не задумывались. Ни к чему это. Лучше ощущать себя счастливым, нежели несчастным. Но в один нежданный момент ты перестаешь идти по течению жизни и делаешь шаг. Может быть, последний для тебя. Ты сразу все решаешь. Расставляешь все точки над «и» или находишь свою табуретку. Человеческая душа схожа со Вселенной. Ее невозможно понять. Это не дано никому. Ее может понять только человек, которому она принадлежит. Если это слово здесь подходит. Вы когда-нибудь пробовали осознать бесконечность Вселенной? Нет. Действительно осознать. Вы представьте, что за атмосферой вашей планеты пустота и вечный холод. А теперь представьте Солнечную систему радиусом в черт знает сколько миль. А теперь представьте, что она одна в соизмеримом количестве себе подобных в нашей галактике. А теперь представьте, если сможете, размер галактики. Ну так вот. Галактика одна из соизмеримого количества других галактик, находящихся в нашей Вселенной. А Вселенная одна из гига множества себе подобных, находящихся в бесконечности пустоты. Если вы смогли это представить и остаться в здравом уме, вы великий человек. Совершить такое равносильно тому, чтобы в течение дня задаваться мыслью о том, что лет через сорок ты умрешь. Жил и нет тебя. Конец всему. Те, кто думал об этом, навсегда поселились в белых палатах санитариумов. Что остается? Тоска. У некоторых ярость. И тогда они становятся маньяками. У тех, у кого осталась тоска, замыкаются на себе или уходят из жизни. Вот и он подошел к этой черте. Все. Не к чему стремиться. Кругом подлость, тупость, ложь, лень. Всем на все плевать. Абсолютно все равно, что будет завтра. А тем, кому не все равно, барахтаются в океане беспредела, пытаясь выплыть. Они не знают, что берега нет. Они становятся медиками, учителями или охраняют абсурдное понятие закона. Другие находят забытье в белой паутине Крэга и ЛСД. Кто-то уходит в армию, чтобы защищать родину от таких же, как и он сам. Можно переделать обстоятельства. Человека не переделаешь. Он должен пройти сам свой путь. От рождения из чрева матери до смерти в постели или на помосте гильотины. Ему оставалось жить не более минуты. Кровь, залипая кроссовки и джинсы, стекала непрекращающейся струйкой на пол. Он сидел один, в кресле, спиной к окну в полутемной комнате. Абсолютно один. Кроме него, кресла и увеличившейся лужи крови ничего не было. Белые стены, белый потолок. Кровь стекала из перерезанных вен левой руки, в ладони водопадиком смерти устремляясь к полу, капля за каплей унося жизнь из уставшего тела и сознание из уставшей души. Смотря на этот страшный водопад, он заплакал. Заплакал не от боли или страха перед смертью. Он заплакал от боли отчаяния, теснившей его грудь. Всхлипы становились все реже и реже. И, наконец, совсем стихли. Жизнь покинула его бренное тело. Добро пожаловать назад домой, Джетисон Рейли. Срок вашего заключения подошел к концу. Вы сами вынесли себе обжалующий вердикт. Вы снова стали полноправным членом общества. И снова сможете стать капитаном разведывательного звездолета Смерч. Должно быть я в аду? Нет. Ад был там. На земле. А здесь реальная жизнь. Туда мы ссылаем всех больных душой. Для переосознания жизни и моральных устоев Homo Sapiens. Здесь живут остальные. Мы сделали землю специально для отбросов нашего общества. В надежде, что там, оказавшись среди себе подобных, они изменятся к лучшему. Часто так и бывает. Но не всегда. Но я ничего не знаю об этом. Так и должно быть. Ты вспомнишь со временем. Время бесконечно. А мы научились ждать. Мы старше времени. Но что было бы, если бы я не покончил жизнью там, а умер бы в постели от старости? Значит, ты смирился с той реальностью. Суд рассмотрел бы твою жизнь. Сколько было в ней преступлений и хороших дел. И вынес бы приговор. Вы не смогли оставить тебя там еще на один жизненный срок той земли или вернуть обратно домой, к цивилизованному обществу. Вы боги? Нет. Мы просто люди. Но там вас называют богами, а вашу землю адом или раем. Вам воздвигают храмы, вам молятся. Они не знают правды. Не забывай. Они все преступники перед человечностью. И не важно, в чем их преступление. Важно, смогут ли они понять то, что мир должен быть другим. Без подлости и лжи. Без тупости, лени и корысти. Здесь нет места низменным побуждениям. Выходит то, что мы считаем раем в действительности ад. Ад на земле. С возвращением. Перед тем, как отправиться дальше, не забудьте оставить свой отзыв об этом мире. И чтобы выбрать следующий, просто нажмите на одну из иконок на экране. И до встречи в следующих мирах.